Ребят, всем привет! С вами Ксюша. Вот мы дождались первых выходных. Прошло всего лишь два учебных дня, я уже устала, как будто училась месяц. В общем, за это время мне пришли письма. Посмотрите, какая гора писем от подписчиков. Я их сегодня обязательно все открою, прочитаю. Но перед этим я вам хочу сказать, что я заказала папе новый телефон. Он такой классный! Папе он тоже понравился, разумеется, я выбирала его вместе с ним. Посмотрите, в какой коробочке этот телефон ко мне пришел. Этот телефон называется Realme GT2 Pro. Вот такая у него прикольная коробочка, и между прочим, она разрисована вручную. Это юбилейный выпуск, в честь такого праздника они выпускают такие прикольные коробочки. В общем, тут всякие чудики в клетке. Четыре года с вами, то есть Realme уже на рынке четыре года. Вот так вот. Ну, короче, предлагаю уже начать открывать. А вот наш телефончик. Кстати, напишите еще в комментариях, какой у вас телефон. Цвет у него белый. Вместе с вами мы его протестируем, посмотрим камеру. Так, открываем. Смотрите, как открывается. Ждем. Что же это такое? Наверное, инструкция. Да, вот это точно инструкция. Это нам не особо интересно. Пусть папа сам это читает. Вот этот ключик для симки. Какая-то штучка, это тоже для него. Больше тут ничего нет. Давайте дальше. Вау, какой телефончик. Телефончик. Это телефончик Pro. У него максимальная комплектация. Предлагаю начать его открывать. Посмотрите, как он сзади. Папа точно заценит. Он любит такие, знаешь, тоненькие телефоны. А еще он любит хорошую камеру. Потому что фоточки на рыбалке никто не отменял. Сначала вот эту штучку нужно отклеить. Это первый в мире смартфон с paper-touch дизайном. Он экологически чистый. Очень приятный на ощупь. Напоминает чистый лист бумаги. Realme GT 2 Pro. Написано, что экран здесь 2К. Супер реалистичный. 50 мегапикселей. Здесь двойная основная камера. Поддержка Android. И также здесь большой аккумулятор. Ну, то есть работать он будет долго. Давайте открываем. Нажмем на кнопочку, подержим. Ой, он пиликнул. Смотрим. Привет. Еще раз фирму нам показали. Hello, привет. Нажимаем на стрелочку. Здесь нужно выбрать язык. Вот русский. Следующий. Выбрать регион. Выбрала Россию. Принимаю все условия. Сразу подключусь к Wi-Fi. Ко всем, которые у нас есть. Папе останется вставить только симочку. Так, вот этот я хотела. Проверка обновлений. Ждем. Просто зашли в телефон без аккаунта, чтобы вам сделать обзор. А потом же мы зайдем в аккаунт. Самое главное здесь это камера. То, что мы хотим проверить. Начнем с фотосессии коробочки. Так, это на 1х. Посмотрите, камера идеальная. Я считаю, можно также приблизить. Какое максимум приближения? Смотрите, 20х даже можно. Ничего себе. Диван снимаем. Джинсы. Смотри, как близко. Видно каждую ниточку. Где вообще мой палец? Смотри, мой ноготь. Отдаление тут есть на целых 6х. Прям вот так вот. А развернем камеру. Тут можно заретушировать кожу. Текстура кожи. Давайте сделаем блином себе. Смотри, какая я буду. Как вам такой вот... Смотрите, какая я тут красивая. Вам не кажется, что это идеальная камера? Короче, у кого есть морщины, могут в любой момент сделать себе вот такое вот лицо. Очень... Типа ботекс. Так, в общем, я сделала сброс. Тут есть текстура, щеки, размер глаз, нос, подбородок. Голова, макияж и фактура. И фильтры есть. Видите? Черно-белый мой любимый. Давайте опять перевернем камеру. Тут также есть портрет. Вот. То есть мы зайчика снимаем. А вон шторки размываются, видим, да? Зайчик у нас вот на главном плане. Зайчик топ. А вот это что за кнопочка? В общем, это насколько размывается фон. Смотрите, какую я сделала сейчас фоточку зайчика. Это обычное фото. А это 50М. 50М очень крутая камера. Мне прям понравилось. В общем, у него супер реалистичный дисплей в разрешении 2К. Так, 50М я хочу еще... А, это 6Х и 2Х. Красота, короче. Так, есть видео. Также обычное видео можно снять. Также есть улица. Это я так поняла... На улице снимаешь. У тебя так все красиво. И есть режим ночь. Это то есть ночной город, допустим. У тебя все осветляется. Тут был режим Pro. А вот это я Pro отключила. Профессиональный ночной режим включен. Держите устройство неподвижно. В это время моя рука. Так. Кстати, еще на этом телефоне игры просто летают. Короче, процессор там мощный. Здесь очень прочное стекло. Оно защищено от падений. Но я, конечно же, не буду это проверять. Ссылочку оставлю на этот телефон в описании. И, кстати, памяти на этом телефоне 256 гигов. А теперь мы переходим. Переходим. Кстати, нет, еще не переходим. Тут также есть чехол на телефоне в наборе. То есть он может быть беленьким, может быть не беленьким. Может быть черненьким. Готово. Класс. Также тут есть блок питания. И, разумеется, сам кабель USB. Так, это все, что было в наборе. А теперь погнали открываем наши письма. Может быть, там есть даже какие-то подарочки. Рисуночки. Сразу вам скажу, ребят. В общем, я думала-думала и решила, что я не буду подписываться. Даже если вы меня будете просить в письмах. Потому что я подписана на только те аккаунты, которые мне прям серьезно прям нужны. И не обижайтесь. Буду передавать приветы. Привет Виолетте из города Шахты. Так, погнали. Открываем письмо. Посмотрите, что тут. Боже мой. Я такие браслетики плела в детстве. Капец. Это такая ностальгия. Я их серьезно буду носить. Вы же понимаете, да? Только они мне чуть больше... А, нет, вообще нормально. Короче, все. У меня теперь коллекция. Вроде как, там есть еще один. Вот такой зелено-желтенький. Погнали дальше. Значит, тут лежит рисуночек. Мой первый арт. Если что, я не умею рисовать. И подпись. Вот такой рисуночек мне прислала Виолетта. Здесь написано, что это ее первый арт. И если что, она не умеет рисовать. Хорошо рисуешь. Ставлю тебе лайк. И письмо. Тоже тут лежало. Сейчас я прочитаю. А, письмо можно читать на видео. Привет, Ксюша. Меня зовут Виолетта. Мне 12 лет. Я из города Шахты. Ростовская область. Я всегда мечтала получить от себя привет видео. Привет. В моей посылке браслет для Галечки, Ксюши и Леры. А я уже на себя нацпила. Так, я себе оставлю зелененький. Этот подругаечки. А Лерею подарим вот этот. Розовый за желтеньким. Да. Она, кстати, когда я подарочек приношу, она в подарочке. Мне ногти потом пили. А внизу подписан каждый цвет. Для кого он. А. Блин. Я пошла в 6 класс. Учится в 20 школе. Она смотрит меня давно. Я хочу пожелать тебе добиваться своих целей. Пока пишу тебе письмо, смотрю твои видео. А. Лере оранжево-красный. Почти угадала. Галечки розово-желтый. О. Мой зеленый. Ура. Я угадала. Галечка, от тебя просят привет. Привет. Так, тут написано. Ксения Куприкова, ногти, Боба, Галечка. Это треш, короче. Да. Посмотри. Любимые выражения, да? Наш. Поцелуют меня Эля и Моня. Они сейчас кушают. Я потом обязательно это сделаю. Я могу их общаться с Светом поцеловать. Так. В общем, спасибо тебе за письмо, Виолетта. Двигаемся дальше. Передаю привет Валерии из Пермского края. О. Ути, божечки. Это Галя. Это Галечки. Мамочка, я в шоке. Я сейчас реально это открою. Боже, это так все ровненько. Капец. Как так все ровно делается? Супер ровный, идеальный зайчик для мамочки. Так. Еще тут есть письмо. Так. Ксюша, привет. Меня зовут Лера. Я рисовала тебя. Эли и Моню. О. И ты выложила мои рисунки в истории. Я, кажется, поняла, кто она. Так. Я тебя смотрю уже два года. Ты очень классно снимаешь. I love you. Очень люблю тебя смотреть. Надеюсь, я видел. Очень люблю смотреть видео с поезда. Капец. Очень красиво. Смотри, прям глаза реально похожи. Я не помню этот рисунок в истории, но он очень красивый. Ставлю лайк. Спасибо тебе большое. Так. Следующее письмо. Из Петергофа. От Тамары. Это совсем рядом от нас. Привет тебе. Так. Так. Погнали. Здесь у нас письмо. Только письмо. Я не из России, но писать, читать и говорить умею. Привет. Я приехала в Питер, а ты как раз уехала в Москву. Я думала, что тебя встречу, но увы. Я так рада, что послала это письмо тебе. Надеюсь, что ты это письмо прочитаешь на видео и передашь мне привет. Я живу в Чехии. Ничего себе. И очень редко приезжаю в Россию. Я тебя поздравляла в Инстаграме. С днём рождения. Спасибо. И пишу об этом не просто так. Всё потому, что у меня тоже ДРР. Всё потому, что у меня тоже день рождения 18.06. Ничего себе. Я когда узнала, что у нас ДР в один день, я была счастлива. Но мне не 15, как тебе, а 12 лет. Спасибо тебе за влоги из Питера. Ты очень часто показывала Дивоостров. И вот сейчас я уговорила маму туда сходить. Мы с сестрой пошли на вот эти аттракционные. Пятый элемент. Летающая тарелка. Русская горка. Шейкер. Седьмое небо. Фламенко. Моя любимая. И в тот день получила очень много адреналина. Так. О, продолжение. Это всё, что я хотела сказать тебе. Передаю привет Ксюше, Галечке, Эльвире, Аф, Монечке и бабушке. Бабушка, привет. Я поела. Так. Ксюша, я тебя очень люблю и надеюсь, что тебя встречу. Пока. Пока. Спасибо большое. Так. Пока что я в Питере. В течение всего года я только в Питере. Ну, можно каникулах только. Ну, не факт. Ребята, если вам нравятся такие видео, как я читаю ваши письма, обязательно пишем в комментариях. Мне нужно знать об этом. А то я могу сама прочитать, а на видео ничего не снять. Вот так. Поэтому пишем в комментариях. Так. Значит, что такое дальше письмо? Привет, Вероники из Санкт-Петербурга. Тут уже, видишь, небумажное письмо. Кстати, вот очень приятная на ощупь вот эта вот штучка. Давайте смотрим. Тут письмо. Типа два в одно. Так. Давайте сначала прочитаем. Ксюша. В общем, тут рисунок. Прикол. Вот тут телефон. Очень правдоподобный, реально рисунок. И ногти. Капец. Прикол. Спасибо. Так. И читаем письмо. Привет, Ксюша. Там т.д. и т.п. Очень сильно надеюсь, что мой подарок тебе понравится. Всегда жду твои видео. Они очень смешные и интересные. Надеюсь, моя мечта сбудет. Я увижу тебя. Город, в котором я живу, называется Сестрорецк. Это близко к Петербургу. Пока. А, и тут лежит вот такая вот маленькая штукенция с улыбочкой. Так. Ножные ножницы. Я боюсь что-то порезать. Мне кажется, тут колечки. Да, тут колечки, ребят. Посмотрите. И, кстати, у меня комплект теперь колечек. Подожди, подожди, какой Лерри был? Если с розово-желтым, то Лерри еще вот есть колечко. Теперь у меня вот есть колечки. Привет, Вероники из Сестрорецка. А дальше передаю привет Анастасии из Снежинска. Привет тебе, Настя. Так. Ой, божечки. Это пуп. Какой? Ну, короче, есть игра такая старая. В детстве я в нее играла. Все в нее играли. Пуп. Приводится как. Типа, видишь, это оно и есть. Тот самый пуп, так сказать. Вот. С цветочком в этом галстуке. Вот рыжь. Так. Сначала начнем с маленького письма. Надеюсь, это не я. Если ты что-то не поняла из письма, то могу отправить тебе электронную версию. Пуп. Это продумано. Ну, во-первых, я уже не поняла вот это. Это как модно я собрала. Это самый главный вопрос на данный момент. Меня волнует. Кто знает, кто это Чудик, как его зовут, пишем в комментариях. Чудик. Ксюша, привет. Меня зовут Петрова Анастасия. Мне 14 лет. Я живу в городе. Снежинск. Челябинская область. Урал. Знак зодиака весы. Занимаюсь балетом. Восьмой год. У меня есть кошка. Ее зовут Симба. Ой, боже мой. Ей полтора года. Я люблю слушать музыку, танцевать, гулять, фоткаться и просто веселиться. Все это любят делать. Первый раз пишу письмо. Первый раз пишу письмо, поэтому волнусь. Боюсь, что забуду что-то важное. Но если что, напишу еще одно письмо. Вообще, я уже писала тебе письма в Инстаграме. Выставляла в истории близкие друзья. Хи-хи. Тут написано. Итак, главное, тут письма. 12 августа у тебя вышло видео. Первый раз в Москве на 6.20 минуте произошло то, что я не могу передать словами. Каждые каникулы на протяжении уже трех лет летаю в Москву. Обязательно открою свое видео на 6.20 и посмотрю, что там такое. Потому что так я и не поняла, что там такое. Но ты меня очень заинтриговала. В конверте открытка. Может, помнишь, игра была такая... Почему написано Пой? Пой. Это же вроде Пу. Это Пу. Даже если тебе не нравится эта идея. Что? А, отпиши. Боже мой. Я думала, отписаться. Что же. А, сегодня 18 августа. Интересно, за сколько дойдет письмо. Оно, на самом деле, дошло быстрее. Сегодня 4 сентября. Просто я их чуть скопила, письма. И сегодня открываю. Всем привет от Насти. И Насте привет. Ребята, и у нас последнее письмо. О, к сожалению, тут имя не написано. Именно здесь. Может быть, в письме будет написано. Тут написано Борисовый А. То есть, Борисова А, привет тебе, из Пермского края. Вот. О, это я. А, Арина. Арина Борисова. Арина, привет. Так. Это рисуночек. Ой, а тут прям, типа, открыточка такая с рисунками. Класс. Сразу видно, что Арина рисовала красками. Посмотрите. Раз рисуночек. Два рисуночек. Агу, приобрела отдельно. Так. И три рисуночек. Так, к сожалению, письма нет. Спасибо за рисуночки. Очень красивые. И еще раз всем девчонкам привет. А все остальные ставят лайки. Подписываются на канал. Отправляют мне письма и посылочки. Всем пока. Под каждым видео в описании я оставляю свою почту, куда можно выслать мне посылочку или письмо. И, разумеется, это мой абонентский ящик. В общем, смотрите, ищите все в описании видео. Пока. Пока.